МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева в эфире Давай поженимся. Программа о том, как найти свою любовь. Сегодня у нас невеста и три жениха. Баянист-виртуоз Павел, диджей и промоутер Алексей и актер рекламы сериалов Андрей. А невеста у нас Виктория. Давайте знакомиться. Здравствуйте всем! Я пришла сюда в поисках своего счастья. Это мои подруги, которые помогут мне сегодня, Малена и Руэйда. Слушай, какая же она все-таки красивая. Виктория, 31 год. Несколько раз уводила мужа из семей. Сейчас замаливает грехи в церкви и ищет чистых отношений. Виктория – телеведущая, актриса и модель. Несколько лет жила на реалити-шоу. Вошла в топ-лист самых сексуальных людей России. Выйдет замуж за того, кто сделает ей предложение на катке в Центральном парке Нью-Йорка. Виктории нужен такой мужчине, который не запрет ее в золотой клетке. Предупреждает, что обязательно приведет к вере своего будущего мужа. Мечтает умереть с ним в один день. Здравствуйте. Сразу вопрос к профессиональному астрологу Василисе Володиной. В чем проблема Виктории? Может быть, в том, что принцип жизни – все на продажу? Отчасти да. И в определенном возрасте девушкам такого склада, огненным девушкам, хочется внимания, славы, поклонников, которые дарили бы не только цветы или подарки на своей жизни, буквально кидали к ногам. А потом наступает прозрение. К счастью, у стрельцы тот знак, который умеет и любит развиваться. Мороза, что ты скажешь? Ой, Ларис, такие невесты прям головная боль для меня. Ну, конечно, староватая невеста, но зато популярная, собственно говоря. И я думаю, что очень много мужчин мечтает увидеть звезду на кухне. А мне кажется, Роза, у вас набор штампов. Ну, серьезно. А, конечно, конечно, традиции, ценности. Если 30 лет, значит, старовато, потому что в нашей стране мы привыкли, что девочки вылетают замуж в 18 лет, рожают детей и расстаются, остаются дети без родителей, правильно? То есть я считаю, что зрелая женщина, я говорила, когда мне было 18 лет, что раньше 30 лет я замуж не выйду, потому что я хочу развиваться, я хочу учиться, я хочу быть готовой к семье. А женихи-то найдутся? Отдать себя полностью своему мужу и своим детям. Виктория, а найдутся ли женихи на твой тридцатник-то, а? Что вы считаете, что лучше в 20 лет выскочить за студента и жить в общежитии? Роза, я могу тот же самый вопрос вам задать. Я же не замуж полюбить. Вот вы как считаете, у вас найдутся женихи теперь? Вот вы тоже в разводе сейчас. Так вы сваха, вам сколько лет? Ой, милая, ты же 50, мой хороший. Ну, тогда у меня не было ни одного брака, ни одного ребенка. Я все выполнила. Правильно. Моих детей родила, воспитала, учатся у меня. Так я сейчас слазь могу жить, милая. А у тебя ни ребенка, ни котенка, одна какая-то странная собачонка. Так вот я и хочу, хочу ребенка себе, и собачонка у меня есть. Рожать не поздно. В 31 год это нормально. Другое дело, что у нее за плечами в течение ее жизни. За плечами у нее открыто. Плечи открыты у нее. Вы много лет участвовали в реалити-шоу, да? Ну, не много лет, 11 месяцев. Ну, с другой стороны, если человек смог там выжить, значит... Значит, она сильная, по характеру, конечно. С кем-то из участников у вас было что-то серьезное, или это все игра? Перечисляю. Например, со Степой Меньшиковым, Антоном Потаповичем или Маем Абрикосовым. Нет, это было все в рамках шоу, я уверена, что вы такое шоу не смотрите, молодежный проект, в котором у меня были единственные отношения с кем. Это Степан Меньшиков, один единственный парень. Поэтому вот остальные ребята, которых вы перечислили, они просто были те же участники. А вот бразильский футболист. Велитон Суарес. Да, у меня были отношения с этим молодым человеком. А он был женат? Он был женат. Вот то, что, кстати, в профайле сказано, что я разбил две семьи, а это несколько семей, и замаливаю свои грехи в церкви. Хочу сказать, начнем с того, как я это вижу. Я верю, я верующий человек, но я верю с самого детства. Я хожу в церковь и молюсь с самого детства. Это не то, что я побежала, потому что вдруг вот сейчас там, не знаю, кто-то расстался. Да, потому что по истории, которую я прочитала, мне казалось, я понимаю, что все на продаже, но давайте церковь оставим в покое. Я просто сказала, что пиарится за счет церкви. Хотя бы что-то нужно оставить в покое. На самом деле, я ничего лично не говорила. Не говорили, и то, что вы обязательно выцерквите своего возлюбленного. Нет, то, что я его приведу к вере, это другое дело. А вы кто? Как вы можете привести? Поверьте, можно привести. Паша, это то, что тебе нужно. Да. Да, верующее. Хоть странный интерес, по-настоящему внутренней работе с тобой. Ты решила, пошла, покаялась. А ты пробовала еще до того, как согрешить, не делать этого. А что этого? Чтобы не каяться потом. Чего этого? Чего этого, Роза? Чего этого? Не уводить чужих мужей. Я уводила чужих мужей. Вы знаете историю? Вы хотя бы спросили, как это было? Вот если вы повесили мне Ирлы сейчас... Не, я точно не вешала, потому что... Не уводить чужих мужей. Значит, надо быть такой женой, чтобы от тебя муж не ушел, Роза. Надо быть таким мужем, чтобы жена не ушла, понимаешь? Правильно. Но я про это и говорю, что нужно соответствовать друг другу. Когда я приехала в Москву, я была очень юна, мне было 18 лет, и познакомилась с Евгением. Это был мой первый гражданский муж, с которым наши отношения были около пяти лет. И вот на тот момент он был женат. Но он этого умолчал, он этого сначала не сказал. Потом через некоторое время я узнаю, что он женат. У нас уже были серьезные отношения, мы уже полгода где-то были вместе. Он предпочел сказать жене, что я люблю другую девушку, и я готов уйти из семьи. И он ушел из семьи. И я действительно очень переживала по этому поводу. Я не просила. Я никогда не просила, никогда не спрашивала, уйди, давай приходи. Хорошо, так вы с ним остались вместе? Мы были вместе многое время. Скажем так, не судьба, потому что в его жизни начались какие-то сложности, и ему пришлось уехать отсюда. И вот когда было все хорошо, все друзья были рядом, все за его счет гуляли, пили, ели. И осуждали меня, и говорили, да она зачем тебе нужна, такая молодая, глупая. И когда вот у него начались проблемы, отвернулись все. Остался один друг, это была я, которая, извиняюсь, у него была судимость. Он сидел в тюрьме, я ему привозила суп, я его поддерживала по телефону. Я ему передавала деньги, я его действительно поддерживала. Он мне спустя много лет, спустя два года, он вышел, он говорит, Виктория, ты самый лучший друг в моей жизни. Я умею дружить. Почему продолжения это не было? Нет, потому что, ну и все, ну представляете, два года, ну все, жизнь развела. Я не могу понять, вот смотрю сейчас, у него глаза зеленые или нет? У беды глаза зеленые. Да, да, наверное. Программа называется «Давай поженимся», поэтому вы же пришли для того, чтобы, ну, хотя бы для того, чтобы сделать первое движение, да, навстречу мужчине. Да, вы знаете, я очень человек общительный, и хочу сказать, что многие начинают сразу, вот, Роза, я понимаю, подготовилась в интернете, нашла всю желтуху, которую там пишут люди, которым дают там по 200 долларов в месяц, чтобы что-то выпускать. Дело в том, что я пришла, мне не нужен человек, не знаю, там, белый принц на белом коне или что-то подобное. Мне нужен человек по духу близким. А я вот по поводу все-таки хочу, вот, не про желтуху дело, может, действительно, вот я не то прочитала-то в интернете. Виктория, вы хотите обеспеченному мужчину, и при этом, чтобы он вам... А ты, я сказала, что я хочу обеспеченному мужчину? Хорошо, значит, вы не хотите обеспеченному... Мне кажется, я сама себя содержу, свою семью, своих племянников, плачу за все свои счета. Я абсолютно содержу себя сама. Вы не хотите обеспеченному мужчину? Мне это только на радость. Если вы возьмете бедного студента, парня, правильно? Роза, хочу мужа, который будет тоже развиваться обязательно, который обязательно будет вместе со мной расти. Потому что была ситуация в моей жизни совсем недавно, может быть, несколько лет назад, у меня были отношения, которые, к сожалению, из двух лет, они продлились год, мы встречались и год расставались. Это был человек, который не позволял мне работать. Если у меня были какие-то заказы, он тут же искал все ходы, звонил, отменял. Квартиру подарил? Нет, нет, он не подарил квартиру. Роза, давайте я раз навсегда расскажу историю про свою квартиру. У вас ни одного не было парня, простого студента. Давайте я расскажу раз и навсегда историю про свою квартиру. Вы уже дуете, что вы возьмете и будете вместе с ним расти. Вот, девочки, в связи с этим вопрос. Можно ли из гулёны сделать святошек? После святошек, по-моему, нет задачи. Вы понимаете, я никогда не была гулёной. Это совсем не про неё. Все меня гулёны. У нас сейчас базар, мне это глубоко отвратительно, у нас никто никого не обличает. Мы все сидим с судьбами, с определённой уже какой-то прожитой жизнью. Я, во-первых, не вижу ничего плохого в том, что мужчины, которые любят какой-то отрезок, ходят и делают красивый жест в виде машины, квартиры. Если есть такая возможность. Почему вы должны любить бедного студента и так далее? Вы работаете, зарабатываете? Вы хотите детей? Я хочу детей очень. Как скоро? Хочу вот в 31, хочу уже пора зачать, в 33 родить и в 35 следующий. Вы обмолвились, что обязательно должны работать. А если мужчина, влюбитесь, и всё у вас будет замечательно, он поставит условие, что телевидение... Я работаю с 16 лет. И знаете, я с 16 лет самостоятельно живу. То есть работу не бросить, важно работать. Я просто загнусь. Обязательно должно быть какое-то занятие. Потому что от безделия человек и женщина, и мужчина начинает ехать. Крыша едет, да, у людей. Ужас. Единственное, что знаете меня, почему не устраивает отношения других мужчин, что мне нужно действительно много свободы. Но свобода в каком... Я очень верный человек. Я клянусь, я никогда в жизни ни одного мужчине не изменяла никогда. Хорошо, Виктория. Я буду верна, но мне нужна свобода. Я буду верна, но мне нужна свобода. Слышал? Главное, чтобы каждый слово «свобода» по-своему не воспринимал. Роза, кого видишь рядом с Викторией? Ну, я вижу рядом мужчину с ангельским терпением. Надеюсь, что сегодня такой будет. Виктория, я давно в этом бизнесе, и я знаю одно, мужчина-звезда в семье может быть просто мужчиной-звездой. Этого достаточно. А женщина-звезда известная. Она должна еще умудриться быть хорошей матерью, хорошей женой, хорошей хозяйкой. Даже если у вас будет 15 домработниц, вы должны будете правильно все распределить, по хозяйству и так далее. Вы должны себя распределить. Я думаю, вы прошли нелегкий путь. Пора бы уже, наверное, отдохнуть. Пора бы действительно подумать о таком женском. Поэтому мужчина рядом с вами может быть любой, какого вы захотите. Главное, чтобы он не просто пришел в вашу жизнь, но еще надолго остался. Вот и все. Вы человек динамичный и летящий вперед. Поэтому мужчина с крепким уровнем благосостояния, такой классический представитель бизнеса, вам не подойдет. Когда машина, дом, квартира, все очень классически, степенно, это не ваш случай. Вам нужен молодой. Не бойтесь мужчину, который будет моложе, живой, творческой профессии, нетривиальной. Возможно, настолько оригинально, что он не будет вписываться в окружающую действительность, и не будет точно классический. Вы портрет, словесный. Человек, искусство, да, да, все прямо о тебе. Очень скоро женихи попытаются завоевать сердце нашей невесты. Не пропустите. Кетчуп Махеев. Я думаю о том, что ты ешь. Вы передавай поженимся у нас в студии Виктория. Идите и знакомьтесь с первым женихом. Удачи вам. Здравствуй, Италия. Я очарован твоей красотой и искренне желаю, чтобы наше с тобой знакомство переросло за рамки этой студии, и мы действительно узнали друг друга поближе. Спасибо огромное, очень приятно. Спасибо. Кто-то гармошки не хватает под такой вот образ. Здравствуйте, Павел. С кем вы? Здравствуйте. Это мои друзья Тамара и Саша. Давайте посмотрим на вас и ждем вас лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ Павел 30 лет. Боинист-виртуоз. Лауреат девяти международных музыкальных конкурсов. Мечтает получить премию Грэмми. Женится на той, кто пообещает родить ему пятерых детей. Возлюбленная Павла была на 17 лет старше него. Исполнял все ее прихоти, но жениться на ней не стал. Надеется, что Виктория оценит его многогранный талант. АПЛОДИСМЕНТЫ Что не так с Павлом? Зациклен на себе очень? Думаю, что нет. Просто Павел Рак с огненными планетами. Это значит, что он любит внимание. Но внутри, если покопаться, нет какого-то надежного, жесткого основания. Вот может быть, женщины, покупаясь на эту внешнюю яркость, они не видели той основы, вот какой-то прочной, надежной базы, которую обычно женщина ждет от мужчины. Вот потому и холостым ходит. Роза, а тебе как? АПЛОДИСМЕНТЫ 30 лет, нагулялся. Вы из одной, в общем-то, этой кухни, шоу-бизнес, которая называется. Но если вы 5 детей хотите, прям стартовать сейчас надо. Это же а то... Ты, Миша, прямо здесь в студии? А зачем так много, доктори? Вы из большой семьи? Не, у меня одна сестра, только старшая. Но я считаю, что в принципе в семье должно быть как минимум трое детей. Но опять это в идеальном варианте. Ну, будет такая, знаешь, армянская жена, лично беременная, на кухне в тапочках. А что это за роман с бабушкой у вас был? С бабушкой? На 17 лет старше вас. А мне тогда было 17, да? У меня тогда было 20, я ей было 37. Она еще не была бабушка. И долго у вас ведь был с ней роман. 4 года это продолжалось. А что мешало жениться, ну если так все было хорошо? Ну, были причины, было все не так уж и хорошо. Ну, конечно, родители, наверное, встали грудью просто. И родители встали грудью, и, ну, возникали трения различные. Опять жена. Не-не-не-не, это он понабрался опыта. Жена должна быть хорошей хозяйкой? Готовить я не умею, я сразу говорю. Готовить я не умею. Вы этим гордитесь? Нет, я не горжусь, просто в моей семье, когда я росла, была мама, была бабушка, была старшая сестра. Мне никогда даже очередь не доходила, не доставалось, чтобы что-то приготовить. Ну, послушайте, вам 31 год, вы уже в свободном полете, вы сказали, 16 лет. Почти столько же, сколько вы жили с мамой и папой. Правильно. За эти годы, что я сделала, научились. Я не говорю, у меня суккуриные и блинчики, это не говорит о том, что я у меня готовлю. Ну, нет, наверное, у меня уже таких претензий, он же не на рестораторше женится. Как я уже перед съемками говорил, что значит быть нормальной хозяйкой, хорошей хозяйкой, и какие, как бы, ну, не то чтобы потребности, а вот что я жду от жены, да. То есть, можно сказать, да, что приготовить, можно сходить в ресторан, либо заказать еду на дом. Убрать может и... Да. А чего она точно должна делать? Воспитывать детей. Я знаю, почему он хочет иметь пять детей. Потому что за каждого второго, третьего ребенка дают пособие. И так далее, и так далее. По советскому, как я не знаю. Так мало того, я еще слышал еще одну, что дают еще пятнадцать соток земли. Вот тем более. Павел, у вас гражданский покой? Беларусь. А что это вы на Московскую невесту? Ну, я живу сейчас, работаю в Москве, поэтому... Вы что, прописочку получить хотите? Не, мне это не надо. Как это не надо? Я живу, работаю в Москве. А вы откуда, Виктория? В Читинской области. Это из-за Байкалия, это восточная Сибирь. Вы кто в пансиональности? Я русская, но у меня есть китайская кровь и украинская кровь. Деревенская? Паша, это то, что девушка. А китайская, кто у вас китайская? Китайская. У меня был дед пять лет назад, чистокровный китаец. И даже по маминой линии моя сестра, тетка, очень сильно восточный разрез глаз видно. Не скажешь, что у нее китайская кровь. Вообще да, ты знаешь... Нет, китайская ты не скажешь, но просто вот такая красота... Восточная что-то есть. Такая красота, она, в общем-то, у людей часто бывает со смешанной кровью. Я слышал, что Виктория хочет, чтобы ей сделали предложение в Нью-Йорке, в Центральном парке. Я рассказала эту историю, это была действительно потрясающая история. И никто не ожидал, мы катались на катках, на коньках в Центр-парке. И вдруг девушка, значит, ее парень взял в Центр, все так встали в круг. И он неожиданно сделал ей предложение. Она просто заплакала отчасти, потому что это было неожиданно, это было неожиданно. Ой, они так готовятся, они даже помолвку репетируют. Что вы так купились бы? Мне очень это пасть, мне очень понравилось. Меня это тронуло, если честно. И поэтому вы видите запланированные скандалы в ресторане, когда все смотрят, и все умиляются. Потому что интеллект, IQ 0,23. Вика, ну вы же сидели, умничали здесь, и вдруг такое ляпнуло. Мне очень понравилось. Ну, ты знаешь, у меня падает мнение о ней. Неужели она такая наивная в 31 год, что ей всякие вот эти срежиссированные ситуации. Посмотрим на сюрприз, покажите. Вика, специально для тебя, и для твоих подруг, и для всех наших друзей, которые сегодня здесь присутствуют. Самые популярные, самые известные произведения, которые мы все знаем с детства. Подпевать? Обязательно. Если вспомнишь слова, ты их обязательно вспомнишь. Начинай подпевать сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Легкая разминка перед тем, как отправить в нокаут соперника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, 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 давай! Черноголовый! Опа! Опа! О, как, завидный жених! Браво! Умничка! Браво, браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, вы можете забирать своих свапор и проходить в свою комнату. Спасибо вам, Павел. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Паша, я думала, что ты очень ей понравился. Особенно ее последний взгляд на тебя был. Ну, что вы скажете о женихе? Ну, очень интересный, симпатичный, приятный. Ну, мне кажется, совсем молодой. Ну, 30 лет. То есть он такой прям ветренный-ветренный, мне кажется, раз что-то увидит, и пошел на огонек танцевать, петь опять. Да. Какие дети, 5 детей, посмотрите на него, 5 детей. Да, мне кажется, он не совсем вот продумал, мне кажется, такой момент еще, он еще не насладился еще своим каким-то звездным часом. Мне кажется, вот он больше как друг подходит. Что-то он говорит, в звездного часа нет, но некоторые в 60 раскрываются, это не значит, что надо в 60 жениться. Ну, вам он понравился? Мне очень понравился, как очень хороший. Он еще и так, он открытый, видно, что он очень талантлив, харизматичный. Видно, что он душа компании. Паша ведь у нас открытый, веселый, душа компания. Ну, я стараюсь, как ты можешь быть открытым, это правильно, я считаю. Роза, как тебе жених? Ой, Павел, ну он такой вот сказочник, вот такое ощущение, что вот его работа и представление о семейной жизни, это два параллельных мира. Как мужчины в основном, до тех пор, пока дети уже не родятся и не пойдут в школу. И не потребуют еды. Ну, и слава богу, почему? Потому что если бы, если он соприкоснется вот с женой, извините, Виктория, с вами, допустим, по всей видимости, его творчество, вот такое легкость в его творчестве, оно закончится. Поэтому жена, конечно... Уже будет тяжелый рок, да, потом? Ну-ка, ну, послушайте, вас терпеть у него, нет даже заточки вот на это терпение, ему и не надо терпеть, ему жена другая нужна совсем. Другая, я тоже думаю. Которая сама под него будет подстраиваться, а вы его грузить будете. Да, я с вами согласна, Роза, здесь абсолютно. Если судьба, значит судьба, если не судьба, то не судьба. Если не судьба, взял телефончик и сделал судьбу. Конечно, все зависит от тебя. Все в твоих руках. Он очень любит женщин уже состоявшихся, уже что-то из себя представляющих, ярких. То есть на тихую домашнюю простушку этот мужчина точно не купится. Но ему при этом хочется, чтобы женщина, смотря на него сверху вниз в каких-то ситуациях, ему активно помогала. То есть ему нужна не только та, которая будет рожать детей, потому что сейчас с пятерыми детьми это явный стереотип. Ему нужна та женщина, которая будет активно двигать его карьеру. И я могу сказать, что вы ему в этом могли бы подойти, со своими уже знакомствами, со своей какой-никакой известностью все-таки. Но подходит ли он вам? Вот в этом я сильно сомневаюсь. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Новая встреча через несколько минут. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Виктория. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Удачи! Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте! Я очень рад нашему знакомству. Надеюсь, что-нибудь у нас с тобой получится в этой программе. Алексей. Алексей, очень приятно. Это для тебя. Не забывай поливать. Можно тебя проводить? Спасибо! Иван, проходите. Живые или стоящие, да? Внимательные. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. С кем вы? С моими лучшими друзьями Виктор и Анатолий. Давайте с вами поближе познакомимся. Посмотрим на экран. Алексей. 25 лет. Саунд-продюсер и промоутер. Основал собственный клубный лейбл. Мечтает открыть радиостанцию. Женится на той, кто не будет требовать от него романтики и не станет будить раньше полудня. Возлюбленная шесть раз уходила от Алексея к своему бывшему и возвращалась обратно. Но однажды он не принял ее. Надеется, что Виктория постоянно в своих привязанностях. Может быть, проблема жениха в том, что он слишком мягок с женщинами? Ничего в натальной карте Алексея не выдает его особенной мягкости, услужливости, уступчивости перед женщинами. Посему я делаю вывод, что эта история либо придумана, либо девушка его не так уж интересовала, что он все это терпел. Жених тебе как? Ну, 25 лет, конечно, равновато жениться, но к своему возрасту какие-то такие интересные профессии уже имеет. Смущает только то, что вот с мамой живет. Все еще, наверное, за юбку держится маме, но... Вы живете с мамой? Ну, конечно, я заботюсь о нем. Что ж плохого, если он неженатый 25-летний парень и живет с матерью? А с кем вы мужите, если у него жены не идут? С другой стороны, если нет, то есть больше. Ну, значит, несостоятельный человек. Вы зарабатываете сами? Да, естественно. Помогаете маме? Конечно. То есть у вас есть возможность, допустим, снять квартиру, но вам удобнее сегодня быть вместе? Конечно, потому что, что может быть роднее. А какое влияние на вас мама имеет? Вот насколько вы от нее зависим, от ее мнения? Я от нее не зависим абсолютно, но я прислушиваюсь ее мнения. Ну, вот, допустим, вы приведете Викторию в дом, а она скажет, не-не-не, я видел ее вчера, она там с Тиботи такую вытворяла. Не-не-не, только или я, или она. И вот что вы? Заплачивает, скажет, ну, мам, хочу. Ну, естественно, такого не будет. А что будет? Она прислушивается моего мнения, потому что я уже достаточно самостоятельный человек, могу сам все решать. А он сам все решает. Да, Боня тебе даст. Молодой, да. Все ты решишь сам. Ягненок такой совсем. Наивный, боже мой. Скажите, у вас была женщина, которая почему-то 50 раз от вас уходила, и потом к вам приходила, и вы ее принимали. Это что за пинг-понг такой? Что это она прыгала из постели в постель, и вас это никак не напрягало? Почему напрягало? Ну, так а что там была за история? История была такая, то, что я познакомился с девушкой. Девушка встречалась с моим другом, вот, мы с ним были компаньонами по работе, вот. И после какого-то инцидента, который у них произошел в клубе, так получилось то, что мы с ней остались наедине, сразу скажу, ничего не было, да. Вы пригласили ее к себе домой? Нет, я не пригласил ее к себе домой. Мы уехали на дачу к другу. У нас была тусовка, компания небольшая, да. Вот, и мы после клуба поехали, непосредственно просто после какой-то тесной взаимосвязи, общения. Замерзли на даче, подсказывали, решили погреться. Чуть-чуть. А потом поняли, что вы как-то уже не греетесь. После общения просто ее начало притягивать ко мне. У меня чувства уже позднее проснулись, я как бы, ну, об этом даже не думал. Ну, не важно, как это все зарождалось. Да, да, и потом уже пошли чувства. Важно, что она туда-сюда потом болталась еще. А вам не противно было, что она из одной кровати в вашу? На тот момент, на тот момент, конечно. Она ходила... К своему бывшему, к своему бывшему. Она то с ним, то с ним. Никак не могла определиться. То есть получалось так, три месяца со мной, пару недель с ним. То есть опять, вроде бы все разошлись, да, опять звонки. Я так думаю, наверное... Почему у вас с такой улыбкой об этом говорить, я не пойму. А что, плакать? Это нервная. Постоянно. То есть вы не против, что девушка туда всегда будет? Нет, я против абсолютно, девушки, я против. Поэтому сейчас я... Ну, шесть раз был не против. Алексей, Алексей просто очень такой впечатлительный. И он не мог ее просто так отпустить. Потому что он влюбился, можно сказать. А вот это был молодой возраст. Да. Хорошо. А, ну вот он такой впечатлительный. Она ему один раз кушать ужин не приготовит. И он идет к маме жить. Обратно. Мама, возьми меня. Я люблю твои пельмени. А окончательно она уже ушла к кому? Окончательно? Ну, сейчас она с другим молодым человеком живет. С третьим. Ну, мы не считали. А мы с ней хорошие друзья. То есть у нее были попытки раза три-четыре. Вот скажите, пожалуйста, когда вот после таких страстей остаются хорошими друзьями? Вот вам зачем она в виде подруги? А это все зависит от человека. Нет, вам самому зачем она? Конкретный вопрос. А почему я должен смотреть на нее? Не вопросом. Вы что, вы израиль решили? Сколько стоит картошка? Сколько вы хотите, чтобы она стоила? Что вопросом и вопросом? Почему? Что вам дает эта дружба с ней? И я же потом объясню, к чему этот вопрос. Ничего мне абсолютно не дает. Если вы женитесь, и у вас будут очень хорошие отношения с женой, женьтесь по любви. Но одним из условий у жены будет. Дорогой Малеша, мне неприятно, что ты общаешься со своими бывшими любовницами. Я хочу, чтобы ты это прекратил. Я не верю в эту дружбу. Зачем тебе эта дружба? Мне это неприятно. Это насильно тому, что я начну какие-то ставить перед ней. Я сейчас вам задала конкретно вопрос. Что же вы как пужик-то? Нет. Выскаживаете? То есть вы согласитесь или не согласитесь? Я думаю, таких моментов не будет. Я вам задаю вопрос. Вы понимаете, я вам отвечаю, я вам говорю по факту, что у меня в жизни не происходит. Алексей, не будет с Викторией, не будет с другой женщиной. О чем вы говорите? Вы такой зануда, с вами все хорошо что-то делать. Вот вы мне скажете, пожалуйста. Вот когда мужчина... В 25 лет мальчик на все готовы ответы. Я ему говорю, сделайте так. Начинается рассуждение. Алексей, а сколько вы зарабатываете? Потому что мне профессия саунд на сундуны похожа. Продюсер и промоутер. Что вы там проматываете? Пленочки проматываю. А сколько это за зарплата? Это больше стасы? Большие деньги любят тишину. Можно вам последний вопрос? Я уже хочу. Вы зачем пришли к нам на программу? Чтобы завести семью. Вы же понимаете, что формат программы такой, что когда вам ведущие задают вопрос, то хотя бы из вежливости на один из них можно было бы ответить. Вы не ответили ни на один из них. Я больше не буду на вас тратить свое драгоценное время. Покажите сюрприз. До свидания. Всего доброго. Андрей, ну да, быть аккуратнее. На ведущих. Смотри не только на невесту, но и на ведущих тоже. С нашими друзьями буквально в течение нескольких часов на студии записали песенку специально для тебя. По бумажке, да? Да, да, вот только вот слова были написаны. Я так люблю, когда по бумажке поют. Я считаю, что это да, это очень хорошо. Экспром. Папли дождя, ромбитарные струны, ветер роняет гроздья рябин. Льется в окно свет безоблачно-лунный. В комнате темной сижу я один, перебираю струны устало. Но заглушает мотив тишина. Если б ты знала, если б ты знала, как сейчас мне нужна. Если б ты знала, если б ты знала, как сейчас мне нужна. Если бы я знала. Спасибо огромное. Виктория, мы вас ждем. И вам, парни, спасибо. Проходите в свою комнату. Отлично. Она начала меня давить просто абсолютно с разных сторон. Девочки, девочки, что вы скажете? Мне кажется, ему не хватает уверенности в себе. И при этом, вы были правы, он очень занудный. Впереди паровоза просто не успевает договорить вопрос. Очень много вот этой лишней информации, ни о чем. Он на любое твое слово находит 10. Зачем это? Тебе это зачем? Нет, дело не в этом. Парень хороший, видно позитивный и все. Но, опять же, я думаю, что он еще, даже опыта по жизни у него еще не так много, чтобы общаться с женщиной, чтобы чувствовать себя уверенностью. Ей просто нужен более уверенный в себе человек. Нет, а он потому так и общается, что с мамой. Мама, наверное, нудит ему, убери носки, поставь чашку на место, руки помой. И он привык все время оправдываться, не огрызаться, а отбрехиваться. Вот он все время отбрехивается. Он еще не услышал вопрос. Уже это время. Нет, я так не считаю. А какая разница? А почему я должен? А я никому ничего не должен. Понимаешь, он абсолютно ведет себя как подросток в 13 лет, который завоевывает место под солнцем. Ну, где вы, где он? Алексею, конечно, нужно побольше пообщаться со старшими товарищами и научиться вот этой самой мужской выдержке, которая симпатична. Ну, и не год же так себе вести-то в 25 лет. Роза. Дело в том, что в семейной жизни есть комплект проблем, которые проходят все семьи. И вам надо научиться договариваться. Я просто не представляю, как вы договариваться будете просто. Не будут никак. Василиса. Ну, особенность гороскопа, Близнецовская луна, такие люди много говорят, меньше гораздо всегда делают, по жизни иногда сами в своих словах тонут. Но мне он показался достаточно изобретательным. Мне понравилась вот эта смешная фраза, ответ о том, что большие деньги любят тишину, хотя в его облике ничего не выдавало больших денег. Я прям искренне рассчитывала... А почему профессиональных музыкантов пригласить на почти практически бэк-вокалистами здесь выступить? Он самому можно теперь, да, делать. Ну, Ларис, я воздержусь. Мне не показалось это выступление ярким и фееричным. Я очень ждала, что Роза задаст второй свой любимый вопрос про мужские способности. У Розы два любимых вопроса. Деньги и секс. И я прямо ждала, что он на это ответит. Большие достоинства. Лучше хранить секреты. Ну, ладно, чё. Обидно, конечно. Очень обидно, да. Но я думаю, что... А вдруг? Впереди у нас третий жених и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Викторию встретиться с третьим женихом. Удачи, проходите. Привет. Здрасте. Меня зовут Андрей. Очень приятно. Очень давно мечтал познакомиться с самой очаровательной девушкой на свете. А это вот мой скромный подарок. Ой, господи, очень приятно. Спасибо, проходите. Да, я тоже могу так, тоже, смотри. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. С кем вы? Вы знаете, я с моими замечательными друзьями. Это Юлечка, наш художник по боди-арту и Тимофей. Да, Андрей. Это у вас Анжелина Джоли, что ли, на... Нет. Да, я тоже подумал, что Анжелина Джоли очень похожа на нее. Это у меня Виктория. Ну, давай, если на вас посмотрим, узнаем вас лучше. Андрей. Актер и модель. Снимается в рекламе и сериалах. По образованию учитель русского языка и литературы. Женится на девушке из приличной семьи, которая разрешит ему завести кошку. Узнав об измене, возлюбленная Андрея села на жесткую диету. Стремление к идеальному телу превратило ее в истеричку. Надеется, что Виктория не страдает от комплексов неполноценности. Нарцисс. В этом проблема. Безусловно, еще и нарцисс с задатками критика. Но ты подумай, сама Лариса, если за 30 лет у мужчины были одни отношения, о которых он мог упомянуть, как о серьезных, они длились полгода, и за это время он успевал своей девушке изменять. Ну, что можно о мужчине сказать? Роза, тебе как, Женя? Мне тоже непонятно, как можно с педагогическим образованием податься в модели. Посмотрите, даже рубашку не одел, в конце концов. А как бы портрет увидели, если бы рубашка? Конечно. Хорошо, что москвич, что квартира есть, но какая-то зацикленность на своем теле. Прикрыли бы срам-то. Но это показывает раскрепощенность однозначно. Андрей, у вас была девушка? Да, совершенно верно. Да, и она вдруг однажды почувствовала, что вы ее изменили, подумала, что она жиртрест, нужно срочно садиться на диету. Ну, в общем, да, там получилась такая история, что мы встречались с очаровательной девушкой, замечательной, из приличной семьи. Все у нас было хорошо, познакомились мы с ней в фитнес-клубе. Вот. Но случилось так, что я изменил. Когда мы уже жили вместе, ну, это получилось потому, что она с утра нашла смс-ку от другой девушки, и, в общем-то, мне пришлось ей сказать. Жениться ему по жизни нельзя вообще. Знаешь почему? Потому что жена будет сильно, слишком сильно ревновать. Потому что он же все равно рано или поздно будет ходить куда-то. За хлебом. Куда? Ну, куда-нибудь. В стрип-бар. За хлебом. Ну, я ей сказал правду. Вы знаете, она, в общем-то, оценила мою правду. Вот. И, в принципе, не то, чтобы не обиделась, но посчитала, что я был с ней честен, и, в общем-то, осталась со мной. И, короче, перестала есть. И превратилась в истеричку. Потому что подумала, что вам нравится. Она думала, что она крупная в бедрах несколько. И поэтому вы изменили. Это, что ты там за 60 все пошел изменять, все. Взвешивайся 59. Не иду никуда. Не иду изменять. Нет, а бабы же дуры. Они думают, что изменяют и любят только торчащее здесь худое. Любят же за другое, ведь правда? Совершенно верно. Скажите, что вы другое, не как все. Главное, чтобы был человек хороший. А вообще... Гоня, слышишь, главное, чтобы был человек хороший. Я уже просмеялась бы считать. Не насиловать девочки себя. Посмотрите, вон диет какой-то девушки. Там операции. Я думаю, стоит. Роза, потому что если бы мой муж однажды сказал мне какие-то слова, а не говорил бы, что я самая любимая и самая добрая, я бы была не хуже вот Виктории. А от того, что высыпляет бдительность, говорит, люблю, ты самая клевая. А потом я думаю, что есть мужчины, остаться с которыми рядом, с такими, как Андрей, перфекционистами, еще и критичными. Можно только себя драконовски стезая диетами. Потому что вы настолько критичны в отношении к близким, вы, может быть, не скажете ей впрямую, ты жертрест, пора худеть, этот целлюлит ужасен. Но кое-как можете и заметить. Так мимоходиком сказать, естественно, женщина, если любит вас заинтересованно, она чувствует. Может быть, мало ласковых слов ей говорили? Ну, вообще, наверное, все-таки... Мне кажется, Андрей все-таки больше любит себя, чем все остальное. Вот этот вот загар. Ну, хорошо, сидел бы, допустим, чморило такое бы здесь, метр сорок, и любил бы себя, могли бы посмеяться. А сидит красавец. Уж больно он выпирает, выпирает, да, выпирает он из общего ряда, выпирает, да, да. Ему надо ниппель спустить немножко. Ниппель? Ниппель. Сдуться. Вы зарабатываете только, вот, ну, показом своего тела, да? Да. А к старости что? Честно говоря, я пока об этом не думал. Но на данный момент, да, я занимаюсь тем, что мне нравится, и я очень доволен. И, в общем-то, в этом есть, наверное, счастье какое-то для меня. А семью кормить чем будешь милой? Чем кормить семью? Ну... Вот Виктория что-то задумалась. Мне кажется, что она все-таки выбирает между Алексеем тобой и баянистом. И баянистом. А что он делает? А что он делом торгует? Ну, что он торгует? Ну, почему? Я не торгую телом. А вы как не торгуете? Вы же ему показываете. Рост, дело даже не в том, что он и торгует, или показывает, или работает актером, или моделью. Дело в том, что, извиняюсь, Андрей абсолютно ни на что другое, кроме как на себя, не смотрит. Этот загар, эти мышцы, которые видно, что это в спортзале было отработано нечасто. А портрет на груди? Не Сталин же, правильно он здесь нарисовал? Какая вы неблагодарная. Да портрет это так. Понты дешевые. Я представляю его день, это встал утром перед зеркалом, 10 нарядов сменил, сменил, не знаю, что надеть. Покрутился, повертелся, а пойду в этом. То есть я вижу, что человек больше вот как бы вот... Варя не дала слова сказать, да? Андрей, у вас цели на жизнь. Что вы планируете в дальнейшем? Если честно... Вы знаете, я считаю, что все-таки внешний вид бывает обманчив. Я считаю, что вы замечательный, милый, очаровательный человек. И вы такой же милый, замечательный, очаровательный. Я не думаю, что вы очень красивая девушка. Я думаю, что у вас очень красивая душа и внутренний мир тоже. И не обязательно, если, допустим, я там как-то в мышцах и там что-то кручусь перед зеркалом. Может быть, у меня тоже что-то есть внутри. Безусловно, это что-то, конечно, есть у каждого из нас. Пока Виктория у вас сделает. Я согласна. Но дело в том, что я не вижу, что вы сейчас пришли сюда действительно с серьезными намерениями. Вы пришли открыть свой торс, намазались маслом даже для этого. Ну, какая красивая. Ну, о чем вы мне говорите? Андрюш, скажите лучше сюрприз, а? Ой. И благодарные. Только не говорите, что это сливки и банан. Это фартук. Помоги мне, пожалуйста. А, нужно тебе завязать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Труфейновый коктейль. Дорогая. Чих-чих-чих-чих-чих. Честно, я смущаюсь. Меня вот смущает мужчина в студии. А я сейчас приду, вам и помогу. Давайте накинем на него что-то. Нет, я не буду это есть, это точно. Вот это все. Можете даже не делать бананы. Я все равно сделаю. И сами съедите. Хорошо, договорились. Я съем сам. Не, ну, ребята, ну как? Да, ну это. Живи сам, пацан. Не на ту напал, да. Я не буду это есть, я извиняюсь. Просто я не голодна, и это... Ну, хорошо. Да, немножко. Так вы сами... Тогда вы откусите. То есть ощущение, что у нас девушку на одну ночь, а не на всю жизнь. Слушайте, можно я... Ешь банан сам. Можно я этот банан укушу? Боже, какая прелесть. Вкусно? Очень вкусно. Спасибо большое. Поговорим. Спасибо. Спасибо. Вы можете брать своего друга и приходить в свою комнату. Идемте. Ой. Коварный. Ну-ка. Как засмущали. Ужас. Что скажете? Культ себя в чистом виде. И вот этот вот... Мне кажется, что сюрприз должен быть сюрпризом. А он хотел заставить Вику съесть банан. Ну, как это мне кажется? Дело не в этом. Я сразу сказала. Я очень... И так смутила ее. Дело не в том, что я хотела его как-то унизить. Но, может быть, стоит о чем-то задуматься? Может быть, дело в том, что... Может быть, Вика такое впечатление у мужчин создает, и что им хочется протестировать именно так? Может быть, но дело в том, что впечатление, которое получают от меня люди, и то, какая я на самом деле есть, это абсолютно два разных человека. Поэтому я сразу вижу, что это не мое. Подарок я напугал, конечно. Все нормально. Ты немножечко переборщил, наверное, не подарок. Ой, Вика, вообще, я тоже тестировала Андрея, но он более стрессовоустойчив. Смотрите, как он держал удар. Хотя понял, что, может быть, не попал ни в кассу, с своей одеждой. И мне кажется, что, Вика, что он красивее вас. И вы вот тут начали, тут сейчас сразу так это ерничать. Не мое, не это, банан не буду, и так далее, и тому подобное. Ну, ваше право, Роза, считайте, как вы считаете. Просто я вижу, что мужчина не тот, который мне было бы интересно, тем более строить семью. Хороший человек, милый, но вот ей нужен как бы другой, видимо, серьезный парень в костюме и с ведром на голове. Мне понравился Андрей, мы все разные, мы никто ни на кого не похожи. И как только начинают торгаться на нашу территорию, мы начинаем щетиниться. И вам не нравится, когда с критикой к вам, хотя вы заслужили, и мне не нравится, и Андрею не нравится никому. Ну, каждый выбрал свой путь, который выбрал. Просто вам он не подходит, но сам по себе ничего. Его обычный, интересный, имеет образование. Не думаю, что он будет до 40 лет, не знаю, себя вот так позиционировать. Но если будет, Василиса. Соглашусь абсолютно. Меня не смутил ни сюрприз, ну, возможно, это расхожие представления о вас. Меня не смутил ни голый торс, хотел произвести впечатление, это понятно. Стушевался перед камерами, мы на него напали еще, это понятно. Все тоже смущение, естественно, и, наверное, за это его порицать мы не можем. Но абсолютная неуверенность в том, что касается будущего. Абсолютно не умел ни объяснить своей любовной истории того, что у него было за его 30 лет. Ничего не рассказал о том, чего хочет от будущей жизни. Но я не могу сейчас констатировать какую-то готовность к семейной жизни. Поэтому, очевидно, не ваша. Виктория, подумай, подумай как следует. Подумай, у тебя еще есть шанс. Девчонки, определились, нет? Кого будем советовать? Мне вот мальчик первый понравился, очень такой приятный, живой. Как ты считаешь, по-моему, очень классный. Она шикарная. Третий, симпатичный, смотри, какой тебе подарок приготовил. Все-таки, ну, оригинальный. Тебе же посоветовала, Василиса, оригинального. Она очень оригинальна, куда оригинальный. Ну что, Андрей, Виктория, тебе понравилась? Ты знаешь, я считаю, что да, очаровательный, милый человек, приятный. Вот, если на все зайдет, я вообще буду очень счастлив. Мне тоже кажется, что, конечно, Павел более интересен был. Но вот, допустим, Алексей мне показался таким уравновешенным, более надежным, может быть, таким. Зайдет, вообще будет великолепным. Не зайдет, ну, значит, пусть будет так, чтобы к ней делать все к лучшему. Ну, давай забьем. Давайте, да, давайте так забьем. Раз, два, три. Мне понравился и Павел, и Андрей. Я за Павла. Ну, а почему нет? Возраст меня не смещает совершенно. Как ты считаешь, она зайдет сюда? Я думаю, что да. А ты выйдешь с ней? Ну, конечно. Роза. Виктория, в любом случае, вы молодая, вы красивая. Вы отвечаетесь за продолжение рода, за качественную ее сторону. Это природно, поэтому красота должна быть красотой. Я за Андрея. Не надо против природы, поэтому не отбрыкивайтесь. Андрей. Шансы есть? Я думаю, что да. Я думаю, да. Просто скромность, это реально скромность. Ну, чем плохая скромность? Не сразу показал себя, не стал хвалиться, но показал себя. Ее взгляд на тебя, он абсолютно все говорил. Конечно, самым оригинальным, самым творческим и нетривиальным среди них показался и оказался Павел. Потому что Алексей был, ну, просто ни о чем. Потом Андрей тоже демонстрировал такую, скажем так, стабильность, спокойствие, но никакого движения дальше. Поэтому только Павла я могу счесть достойно внимания. И это при том, что Павел любит женщин вашего типа. Поэтому я считаю, что из всех, кто есть, это лучший выбор. При том, что, наверное, это не тот мужчина, которого вы ожидаете полностью до конца. Но кроме него другой альтернативы нет, Павел. Спасибо. Это вот то, что мне вот, я считаю, надо вот именно на данный момент. То есть, я считаю, что мне нужна именно такая вот девочка. И она готова. Слушайте свое сердце, оно вас не обманет. Мы с вами. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС их номером по телефону 4-4. Надежда, 37 лет, номер 1535. Актриса-вегетарианка, занимается йогой и медитацией. Ищет мудрого мужчину, который полюбит ее всем сердцем. Валерия, 26 лет, номер 1536. Генеральный директор в мебельной торговой организации. Ищет мужчину на руководящей должности и с большими связями. Мы не знаем, выйдет история одна Алиса с Бранниками. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. Она здесь! А кому я могла еще прийти? Привет! А не лысина на голове? Пока нет. Ну, так, может быть, сейчас хотя бы снимите текст. Хороший парень. Спасибо. Ну, вот так неплохо. У нас есть пара Виктория и Павел. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожениться. Удачи. Спасибо, Лариса. Спасибо. Все мои мысли, моя первая любовь была на берегу Балтийского моря. Когда на ощупь любите, глаза можно и прикрыть, понимая. Вы человек пылкий и порывистый. И сначала способны убить врага, а потом пожалеете, прольете слезу над ним. А в волшебство оно всегда. Оно и в 15 лет, и в 25, и в 40. А вот, кстати, вы на мясокомбинате работаете. Хотя колбаски-то не принесли нам с розы. А сейчас я хочу помешать в эту зелью. И дать ответить герою. Она потеряла, видимо, ко мне самый последний интерес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова